хайп хайп всем я не знаю как это меня видно потому что потому что я не знаю потому что тут уже темно как всегда под сраку часов собираемся чтобы снять этот под названием то что называется луна и отчаливаем со своей базы на поляну на нашу острополя ну которую наверное серёга должен был сегодня накрыть но в этом банкете я участвовать не буду к сожалению потому что старая язва проснулась под люком ладно едем попробуем снимать сегодня луну будем снимать ее в двух вариациях я буду снимать на то что вы уже видели последний последний ролик вот а серёги запихаем такую же камеру как у меня в его ньютончик 130 мы будем смотреть там конечно на 150 миллиметров у него больше чем в моем и он светлее ньютончик но для луны это не факт неважно светлее темнее там все будет видно и так он поставил себе fair capture я fair capture предустановил но скорее всего что я снимать буду sharp cap и причем 16 битах 8 битах как ролик и хочу запустить потом еще что я хочу еще запустить хочу фицы снять и в одинок как одиночные кадры потом сложить в регистрации ну короче ожидания не очень у меня потому что я прекрасно понимаю разрешение этой камеры говно говняная тем не менее что-то получится вот такие планы и до встречи в потемках скорее всего что так короче нас на площадке вот наша сейчас как-то вам покажу это все господи чтобы вы понимали вообще что происходит конечно видео со смартфона она мягко говоря не айс в общем вот моя мини установочка мини астрограф для луны луна собственно вот и большая гранд мазар которая у серёги выяснилось что не хватает нам рабочего отрезка и серёга при помощи изоленты картонки кусочка какого-то с дырочкой нафигачили эту камеру лишь бы она наводилась на резкость сейчас все подключает мужественно все будет хорошо сказал вот а у меня уже все подключено и я сейчас тут увидел интересную фигню но сейчас пишется с экрана увидите переведем это на наведение по маске бахтина правда она у меня поплавилась на заднем стекле автомобиля потому что сережечка я бросил туда и не подумал о том что солнце еще в одессе светит хорошо днем и жарко маска немножко покоробилась поэтому такая странненькая она ну и вот здесь подсказывает сама программу я шарп кепчик что удачу крутить куда к чему стремится на у best все указывает куда плюсы минусы чтобы но наилучшая резкость что ли было ну хорошая интересная функция можно этим воспользоваться на будущее рада с простой камеры типа canon эта фигня работать не будет но для астрокамеры это уже сгодится так вот у нас начинают проявляться контуры нашей луны на самопальной втулочки и видите через ньютон конечно видно гораздо лучше так теперь мы перешли fire capture луна на сто тридцатки телескопе гораздо ярче лучше четче не только потому что 150 миллиметров у нас разница фокусного расстояния тут 650 я писал на своем маленьком 500 но разрешающая способность гораздо выше потому что размер зеркала гораздо больше так что размер в астрономии имеет значение во всех отношениях что это я хочу навестись на резкость по-новому пошел ты так такой пока да нет пишу это я так увеличиваю за счет зума тебе шо уже плохо стало это шуток показать надо было на одни двойки учиться в школе так перехожу в моно 8 ну конечно у тебя тоже есть на стоп сомневался у вас все есть я хочу просто перепроверить резкость я нашел что лучшая резкость в наводится по предпоследнему пункту перед бахтинова форио для этого detection вот его включаешь и он лучше всего показывает в резкости ли мы или не в резкость и вот сейчас видите мы навелись на резкость но максимально максимально вот прямо почти что идеально ну вот так вот то что он показывает вы видите ну как бы чему стремится и что у нас есть я поэтому крутить ничего тут не собираюсь как есть такие все надо на нас максимальном разрешении то что позволяет камера ну как я по кирпичам в трубе сказал она влезет тут прямо как вот дыня в одно место не будем поручик молчать поручик так ладно все если сейчас просто трону камеру то за резкость опять совета я того не хочу поэтому я сейчас его еще чуть-чуть попишу лови и потом еще раз в серии ну 8 битах а потом будем в принципе чай пить разговоры разговаривать еще в 16 битах мне показалось что вот это белый пересвеченный так называемый кратер в 16 битах он легче тянется ну как бы с ним легче работать на то тоже логично как я понял так сейчас подожди это же исторический момент истерический момент так подожди 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 говорю у меня так я же не могу выдержки тут короче потемках это все вот все давай показывать людям из бутылочки втулочка видите потому что нам не хватает фокусера ну смысле пока не куда-то мы уже на площадке все это обнаружили вот решили таким дедовским способом удлинительную втулку надо будет заизолировать и наш будет контраст это по-моему было лучше да то было лучше вот это вот наша первая втулка вот она меняю втулки как перчатки легко вот так вот и вставляем не ну это вообще уродство капец но она работает она работает она работает да если руками не трогать не трясти то луна получается очень красиво это надо дальше ближе саму эту камеру там втулку эту гонять это провод висит тяжелый понимаешь ну раньше же не мешал провод намотал вот когда она выскакивала даже резкость была вот это матрица я не знаю как к сожалению сделать темновые кадры которые наверное было бы неплохо делать где-то может быть их поискать но может быть это не в этой версии а каптюр каптюр дак а что такое да вот человек камера и джаз вот дарки сделать будем будем делать дарки нашел надо закрыть камеру сейчас надо найти крышку которая куда-то естественно дело вот она этот самый как его вашей программе я не знаю что дальше я знаю что в своей программе еле-еле разобрался небо еще мешочек какой-нибудь тут чтобы закрыть камеру чтобы сделать дарки чем же это делать то я такой а у меня куртка же есть в а куда я дел куртку я все не очень взял я сейчас я там крышку закручивать не хочу объективе уже ну прикольно интересно как это свои нюансы тут в этой всей фигатуре я думаю что темнее уже не будет здесь так и стартуем все она делает на данных установках дарки и сохраняет куда и указал ей указал d-видео sharp cap бла-бла-бла короче сюда нас сохраняет так дарки мы сделали для чего пока не знаю ну пусть будут где-то там их найдем потом я сделаю сейчас фицца я сделаю одиночные кадры и она большая нормальная луна замечательно чем больше тем лучше чё ты я ничего не трогаю снимай радуйся луна у меня большая люди не знают гонятся за этими барлоу шмарлоу а у него большая луна понимаешь горе ты еще кадров где-то ну это как ролик если ты снимаешь серии можешь снимать в ави но она и так и так жрет ресурсы офигенно но я сейчас буду пробовать снимать в ави восьми битов потом войве в 16 битах попробую потом попробую фиццы просто снять ну что есть такая в регистрации вот одиночные кадры нормально я сейчас еще пока ничего не снимаю я просто а я в шерпкой педата что это не собираюсь сейчас тратить время на эту херню все так снимаем моно 8 первый вариант в ави снимаем полном разрешении поехали снимаем и смотрим ставим unlimited стартуем все пошли снимать и смотрим одно количество кадров как только пересечем где-то тысячу кадров я остановлюсь это будет у меня первый как сказать заход это ролик в тысячу кадров формате ави в восьми битах потом я сделаю в серии и потом я сделаю фикси потом я перейду на 16 бит и сделаю все то же самое в принципе дальше когда это играться будет будем уже в дома в программах ну так такова моя стратегия хочу понять где там что там разрешение я уже говорю так вот тысячу мы проехали остановились стоп она что-то сохранила конечно было бы хорошо здесь конечно писать название но я по ави я уже пойму что ави это и теперь я перехожу снимаю галочку авто перехожу к серну сер у меня 16 битный был завис компьютер я сейчас в серии 8 восьми битном опять стартую и в серии снимаю еще раз тысячу кадров восьми битах сейчас ну астротрекер работает на лунной скорости без всяких этих видений там автогидирование в принципе у нас и камень для этого нет по резкости но вот что что я сделал то и сделано достаточно низко над горизонтом градусов может быть от силы 15 25 не 20 нету даже то есть она низко и в такой дымке сейчас находится на тех с ней пусть себе ой так скоро у нас будут тысячи мы остановимся давайте остановились ну потому что я говорю там надо дома тренироваться дальше мы идем с и fitz берем просто как фотографии делаем чтобы одиночно потом складывать ну вот шар к пи очень все просто да более чем заранее знаешь это будет тому подгружаться виснуть все короче надо кусочек ролика только будет брать просто да авто там снимаешь и он активизируется ну там если ты не можешь выбрать из списка когда ты нажимаешь а ты его отключаешь верни так вот здесь мы с вами из окна когда снимали на в русский вечно перебиваешь это такое так надо по сценария понял он читает сценарий все по сценарию делать короче когда мы с вами снимали из окна там все трусилась качалась лучше во первых я руками на штативе это все дело на убегала все время тала на час на более статично может быть мы чуть больше деталей вытянем хотя то все разве что от разрешения камеры которые здесь напомню короче 1 и три десятых мегапикселя то есть не сильно то и много по сути это вебкой можно сделать цветной 5 мегапиксельный будет наверно лучше и сейчас я перепроверю просто резкость потому что она поднялась выше и вышла из пелены и просто сейчас после вот завершения этих пнж лучше тут хватит этих кадров штук 200 наберем и хватит я перенаправить перед перепроверю резкость потом пойдем к навродского в гости посмотрим что он делает будет будем ему морочить голову так останавливаемся здесь вот видите он что пишет райтин записывается из буфера там ну это хорошо на буфер записывал их хорошо а теперь широкопит его же все поснимал или что-то там поснимал понятно значит ты ничего не снимал да серии офицах но фицах от одиночные типов fire capture 1 2 3 4 5 кадрировочка опять короче друзья я прекрасно вас понимаю вы очень мужественные у меня зрители потому что нормальный человек этот бред который мы сняли смотреть навряд ли сможет тому же перепутались всех хронологическом порядке кадры потому что ну как всегда сценария нету снимаем все что хотим видим логики никакой с этим я соглашусь второй момент ну что я больше к этому навряд ли вернусь к этой лунопланетной так называемой съемке во всяком случае я не то чтобы оскомину сбил она у меня и не было этой оскомины но для галочки короче была у меня когда-то галочка для нее вот я считаю это кадр который лучший в моей в моем исполнении это итог стыкирование фицов все же такие вот ролики которые я пытался сложить ну пока еще не все их перебрал конечно но навряд ли буду перебирать почему объясню во первых понятно что камера разрешением в 1,3 мегапикселя с полем там 1200 чем-то на 960 она не может физически дать хорошую детализацию и мы можем сделать с вами маленькую картинку но разогнать даже ее на весь экран даже при монтаже вот этого ролика уже заната потому что напомню 1920 на 1080 у нас да с вами формат это около 2,1 мегапикселя а камера дает 1,3 но практически в два раза почти в меньше поэтому вот в таком формате можно ее рассматривать эту луну это не скучно мне не интересно единственный способ увеличивать как бы заполняемость изображения это увеличивать увеличение оптического прибора так как у нас с вами на моем астрографе этот 500 миллиметров там он валяется сейчас вот я тут реставрирую маску бахтинова поплавившуюся то понятно что как бы это не те миллиметры которые для этого нужно серегины фотографии если он успеет концу монтажа что он там обработает ну что он пока ничего там конь не валялся я вставлю в конце ролика для сравнения со 130 миллиметров со 130 миллиметрового ньютончика да вот наверняка наверняка они будут краше лучше по многим понятным причинам которые я перечислял в том числе на этой съемке которые только что этот бред вы видели ну доказал я только одно это возможно это работает это как бы подвластно вот в таком качестве которым это происходит но пока у меня никаких мотивов дальше двигаться в этом направлении нету единственное что может быть когда-нибудь если там появится какая-то вменяемая именно острокамера которая может кропить хорошо без ущерба качеству то да почему нет может какие-то отдельные фрагменты там горы кратеры моря поснимать да еще может в цвете было бы прикольно наверное ближайшие планы ну как совсем не ближайшие но такие обозримые может быть успеем до конца года я хочу нацепить этот самый сюда вместо sony canon какой-нибудь есть там в проекте кое-что у меня на примете но денег пока на это нету но это такое дело нажимное деньги дело приходящее я в донатах подписал собираю каплю на астрокамеру но чтобы всевышние силы услышали это не надеюсь на то что что-то из не придет ну вот что-то может быть какая-то работа подвалит и так далее а это вот такие вот самые крутые которые у меня стоят в приоритетах планы ну вот усовершенствовать этот так называемый астрограф маленький для того чтобы можно было посмотреть на что она способна туманности водородные sony они не подвластны это я сразу говорю ну они подвластны но это будут ужас ужасный а вот какие-то протяженные объекты они именно вот водороде снимаются поэтому canon и поэтому canon был и поэтому он сразу же ну не сразу но очень быстро я хочу его раскурочить чтоб не было жалко то есть этот фильтр выдрать и тогда может быть водород займет какое-то достойное место в наших нашей моей галерее все я вам все рассказал какая будет следующая тема без понятия но она будет понятно будет всем удачи пока дерзайте пробуйте находите пределы своих девайсов устройств если вы немножко больны на голову также как и я в этой астрофотографии хотя в ближайших моментах я понимаю что ну астрофотография не кормит напомнил те кто не знал поэтому придется вернуться конечно классической фотографии ну собственно я из нее не выходил всем пока друзья удачи а а и Субтитры сделал DimaTorzok